Всем привет! С вами самый сильный фри-то-плей игры Rise of Kingdoms Blank. Так, расскажем о паре событий, которые у нас проходят на сервере. В частности, это подготовка к ВК и убийство Лохара. Так, сначала о КВК расскажем. 500 тысяч очков я, по-моему, сделал на убийстве мародеров. Ну и, грубо говоря, там практически, что у нас выходит, 500, 7,7 сделал где-то на тренировке войск. Потренил войска. Я скажу, что я доволен, как наше королевство натренировало войска. Почему доволен? Потому что многие игроки сюда мигрировали. Например, такие, как я. Мы мигрировали, и через 4 дня началась подготовка к ВК. Естественно, у нас были проблемы с ресурсами. Потому что, если ускорение есть, то мигрируешь ты без ресурсов распакованных. Поэтому натренировать войска в слишком большое количество означает, что ты потратишь очень много ресурсов. Если было бы хотя бы недели-две покопать войска, тогда да, было бы прикольно. Так, кто у нас попался? 23.38. Честно, даже не смотрел еще сервера, что они собой представляют. Я думаю, у меня появится время, сделаю это позже. Дальше. 23.41, 23.47, 23.45, 23.29, 23.37, 23.36 это мы. И 23.42. По большому счету, вот так вот все синхронно набирали очки. Кто прям хорошо оторвался, это первое, второе, третье место. Потому что, ну что тут у нас разница получается. Восьмое, седьмое, 150 лям. Тут вообще 75 лям. Тут, грубо говоря, 85 лям. Проблема как бы вот в чем, что четвертое место никак не нагонит третье. Им нет смысла набирать. Я думаю, они сделали большую глупость, то, что начали прямо бить этих форты. Не знаю, почему это. Потому что скорость сбора плюс 15. Но если у тебя много ферм, ты кидаешь на ямы, да, это прикольно. Также прикольно, что расплитки стали больше, поэтому можно накопать больше ресурсов. Но все-таки, как по мне, скорость обучения плюс 3, восстановление очков действия плюс 5, куда лучше. Что я сделал для себя? Да, я десятый раз сменил нацию, цивилизацию, точнее. Опять перешел на викингов и натренил чуть-чуть войск. У меня сейчас Т-5 строго тренил. Вот так вот у меня. Ну и там тяжи, вот эти вот легкораненные, они не прописаны. Дальше. Ивент Лохар. Один раз проходил. Под чем я проходил, сейчас мы посмотрим. Защита войск плюс 10, вместимость плюс 50. Безумие войны. И здоровье войск плюс 7. Я знаю, что все проходили раньше, потому что там была руна куда получше этой. Возможно там плюс 5 к атаке, плюс 5 защите. Или плюс 7 к атаке, плюс 7 защите. Но времени у меня не было до этого. И я не заходил, и также был под судьей. Так, что я выбирал? Где это должно писаться? В системе, по-моему. Выбрал вот таким вот образом. А вот она. Поздравляем, получили достижение бродяга. 10 раз сменил цивилизацию. Набрал по большому-то счету, я доволен, потому что в топ-10 я попал. Думаю, если была бы руна куда покруче, или взять бы какого-то генерала, получилось бы, тогда было бы получше. В принципе, вариант топ-1 был взять. Я не знаю, может меня выкинут еще в топ-10. Может нет. Посмотрим. У нас еще не фуловые технологии в Алянсе. Находимся не на карте КВК. Как по мне, бонус имели те, кто имеет 18 VIP, потому что ихняя пачка больше. Я не хочу сейчас смиксовать, еще раз пробовать других командиров, потому что времени у меня на это нет. 18 VIP, и у кого была книга, еще желательно критовая, тогда прям пачка получается сочная. То есть, 100%, вот как я сейчас прошел, был бы 18 VIP, и та книжка вместо, скажем так, Салента, то набрал бы прям намного-намного больше очков. Такс, Мартелл. Не знал, что тут по веткам делать, если честно, потому что это бесполезная ветка на лечение. Это тоже бесполезная дудка. Взял вот так вот. Это бесполезно, но выбора как бы не было. Как я его одел, не знал, какой шмот надевать, начал что-то миксовать, надел вот таким вот образом. Шлем, обидно, конечно, что у меня еще не критовый. Илку недавно сковал. Сет золотой не надевал. Мне показалось, что это невыгодно, потому что, ну что бы я там добавил бы себе. Атака пехоты плюс 5. Здесь, по большому счету, не важна атака. Я единственное, что не уверен, я правильно выбрал 9 или 10 талант по очереди, потому что талант, где он игнорирует чит, все-таки, мне кажется, нужно было выбирать 10. Мне вот Джамал скинул. Такую ветку, больше ничего не пробовал. Портнулся на краешек территории, чтобы он бегал по территории, или агрил на себя варваров, или выводил там буквально 10, 12, 14 тысяч от фермы и лупил ее. Так, назад надо будет это дело все переодеть. Так, это мы с Мартелло убираем. Ладненько, оденем потом. Так что вышло вот так вот. Я думаю, меня тут уже отшлепали без шмота. Что-то он хочет меня бить. Пробивает он меня. Короче, ВИП-17 и книжка. Это то, что нужно. Осталось у меня вон 256 тысяч. Не скажу, что прям Александр хорошо работал, но... В топ-10 я попал. Это, по-моему, 8 голов. Да, так что... Это прикольненько. Обидно, конечно, тем, наверное, кто попал в топ-3. У них тут вообще 26 очков разница. А по факту это 5 голов. У нас, допустим, разница куда больше в очках, но по факту это 2 головы. Ну, 308-318. Хотя тоже тут... Опередил он там буквально на 30 очков. Что-то где-то бы лучше у меня про канала. Или Алекс лучше, или Руна была бы получше. То топ-2 бы точно взял бы. Ну, в общем-то, так. Так что ВИП прикольненькая штука. Вот это на себя окупает. Забираешь на 12 голов больше, чем я. Еще раз, если кому интересно, что я выбрал. Вот так вот. Вот здесь не уверен. Мне кажется, все-таки, что это нужно было взять последним. Потому что я взял Алекс Мартл. И командира я здесь выбрал. Это обязательно нужно выбирать. Чтобы все работало. Разведка и так далее. И всем крутого настроения. Проходите. Этот ивент подходит для F2P. И кого я узал бафая. Это Константин Плюжанко. Вот такие вот дела. Всем пока. Константин Плюжанко. Продолжение следует.